Самарские крылья Советов оступились в первом домашнем матче нового сезона. Дружина Игоря Осенькина экзаменовала Калининградскую Балтику, вернувшуюся в элиту отечественного футбола 25 лет спустя. Соперники встретились в первом туре на групповом этапе Кубка России. Тренер Волжан подготовил для экс-игрока Крыльев и действующего наставника Балтики Игнашевича много сюрпризов. Забегая вперед, отметим, что все кадровые решения Осенькина молодого тренера-калининградца в столку не сбили. Вначале все шло по сценарию Самарцев, дебютант Никита Салтыков создавал опасные моменты вместе с Хубуловым у ворот соперника. Уже на 10-й минуте последний воспользовался ошибкой защитников и аккуратно перевел мяч в сетку ворот Латышенко. До перерыва Крылья могли забивать еще несколько раз, но молодым нападающим не хватило холодного расчета и опыта. Серьезный разговор в раздевалке и замены на старте второго отрезка сыграли решающую роль в поединке. Балтика забила трижды. Голы, которые стали логичным исходом грубых ошибок в обороне волжан, на свой счет записали Фернандес, Энрикес и Кузьмин. Самарцы попытались спасти игру в концовке. Кумир местных болельщиков Глен Бейл забил с передачи Салтыкова под занавес встречи, но на большее хозяев не хватило. Свисток Софьяна зафиксировал первое поражение Крыльев в новом сезоне со счетом 2-3. Игорь Осенькин на послематчевой пресс-конференции голову пеплом посыпать не стал. Будем считать, что это такой хороший урок нам. И я для себя все-таки скажу, что есть маленькое удовлетворение тем, как сыграли некоторые футболисты. Визави Осенькина Сергей Игнашевич поздравил калининградских болельщиков с первым успехом и похвалил своих футболистов за сплоченность. Хорошая тяжелая победа, отличная командная работа и я считаю, ребята заслужили своей игрой как в первом, так и в втором тайме эту победу. Следующую домашнюю игру Крылья Советов проведут в чемпионате страны против московского «Динамо». Столичная команда проиграла Краснодару дома со счетом 1-3 в первом туре РПЛ и хочет скорее забыть об этом. Волжанам тоже нужно реабилитироваться перед болельщиками за матч с Балтикой. Кто окажется сильнее, узнаем уже 29 июля. Чтобы быть в курсе всех событий, происходящих на поле, следите за социальными сетями и сайтом телеканала «Самарагиз». Мы работаем на всех домашних поединках клуба с берегов Волги. Анатолий Головко, Константин Головин. События.